Две стороны параллелограмм равны 7 см и 11 см, а одна из диагоналей 12 см. Найдите вторую диагональ параллелограмма. Для начала сделаем рисунок, запишем данное. Четырехугольник ABCD параллелограмм. AB равно 7 см, BC равно 11 см и AC 12 см. Найти BD. BD неизвестно. Для решения данной задачи нам необходима теорема косинусов. Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон, минус удвоенное произведение этих сторон на косинус угла между ними, на косинус угла α. Также нам понадобится формула приведения для косинуса. Косинус угла 180 градусов минус α. Это минус косинус угла α. Эти формулы необходимо знать. Данную задачу мы решим двумя способами. Первый способ. Рассмотрим треугольник ABC и напишем теорему косинусов. Квадрат стороны AC будет равняться AB квадрат плюс BC квадрат минус 2AB на BC и на косинус угла между ними, на косинус угла B. Также мы рассмотрим треугольник ABD и напишем теорему косинусов для угла A. Тогда у нас получается, что AB квадрат будет равняться AB квадрат плюс AD квадрат минус удвоенное произведение этих сторон минус 2AB на AD и на косинус угла между ними, на косинус угла A. Также мы должны помнить, что четырехугольник ABCD параллелограмм и противоположные стороны попарно параллельны. BC параллельно AD. А сумма односторонних внутренних углов при параллельных прямых и секущей сумме дает 180 градусов. Тогда у нас получается, что угол A плюс угол B сумме дает 180 градусов. Решим полученную систему. Для этого воспользуемся первым выражением и подставим туда наши данные, чтобы найти косинус угла B. Тогда из первого выражения мы получаем AC это 12, 12 в квадрате. Все это равняется AB7, 7 в квадрате, плюс BC квадрат, это 11 в квадрате, минус 2 умножить на 7, умножить на 11. И все это умножаем на косинус угла B. Выразим отсюда косинус угла B. Для этого слагаемое с косинусом перенесем влево, а все остальное вправо. Тогда у нас получается 2 умножить на 7, умножить на 11, на косинус угла B. Все это равняется 7 в квадрате, плюс 11 в квадрате, минус 12 в квадрате. Преобразуем. Тогда у нас получается, после произведения, получается 154. Умножаем на косинус угла B. Все это равняется 49, плюс 121, и минус 144. Посчитаем справа. Посчитав, получаем 154 на косинус угла B равняется 26. Выразим отсюда косинус угла B. Косинус угла B будет равен 26, знаменатель 154. Сократим на 2. Тогда после сокращения мы получаем, что косинус угла B это 13,77. Теперь воспользуемся выражением 3 и выразим оттуда угол A. Тогда угол A с выражения 3 будет равняться 180 градусов минус угол B. Это нужно для того, чтобы выразить косинус угла A. Косинус угла A будет равен косинус 180 градусов минус угол B. Используя формулу приведения, мы получаем минус косинус угла B. А косинус угла B мы ранее нашли. Это 13,77. И тогда мы получаем минус числитель 13, знаменатель 77. Теперь подставим полученный косинус угла A на выражение под номером 2. И также подставим все оставшиеся данные. Тогда у нас получается, что BD квадрат будет равняться AB квадрат, это 7 в квадрате, плюс AD квадрат. Так как это параллелограмм, противоположные стороны равны. AD равняется BC. BC равняется 11. Получается 11 в квадрате. Минус 2 умножить на 7, на 11 и на косинус угла A. Косинус угла A это минус 13,7. Сократим. И тогда у нас получается, что BD квадрат будет равняться 49 плюс 121. Итог произведения это плюс 26. А откуда BD квадрат будет равняться 196. Выразим отсюда BD. Тогда BD будет равняться плюс-минус корень от 196. Тогда в первом случае у нас получается, что BD равняется минус 14. Такой вариант нам не подходит, так как длина отрезка не может быть отрицательной. Во втором случае BD будет равняться 14 сантиметрам. Запишем ответ. BD равняется 14 сантиметрам. Теперь данную задачу решим вторым способом. Для второго способа мы должны вспомнить еще одну теорему. Что сумма квадратов диагонали параллелограммы D1 квадрат плюс D2 квадрат будет равняться сумме квадратов сторон параллелограммы. 2 умножить на A квадрат плюс 2 умноженное на B квадрат. Данную теорему также необходимо знать. Тогда во втором случае у нас получается AC квадрат плюс BD квадрат будет равняться 2 умножить на AB квадрат плюс 2 умноженное на BC квадрат. Подставим сюда наши данные. AC это 12. 12 в квадрате плюс BD квадрат. Все это равняется 2 умножить на AB в квадрате. Это 7 квадрат плюс 2 умножить на BC квадрат. Это 2 умножить на 11 в квадрате. Выражаем отсюда BD. Тогда BD квадрат будет равняться 2 умножить на 7 квадрат плюс 2 умножить на 11 в квадрате минус 12 в квадрате. Или BD квадрат будет равняться 2 на 49 плюс 2 на 121 и минус 144. Далее мы получаем, что BD квадрат равняется 98 плюс 242 и минус 144. Посчитав правую часть, мы получаем, что BD квадрат равняется 196. А отхода BD будет равняться плюс-минус корень от 196. В первом случае BD равняется минус 14. Такой вариант нам не подходит, так как длина отрезка не может быть отрицательной. Во втором случае диагональ BD равняется 14 сантиметрам. Запишем ответ. Длина диагонали BD равна 14 сантиметрам. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх. Спасибо. 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 Спасибо.